Со всего региона везут пакеты с вещами первой необходимости в региональное отделение Российского детского фонда. Каждые полчаса новые посетители. Так много людей готовы помочь беженцам с Донбасса, которые приехали в Алтайский край или еще в пути. Средства личной гигиены, памперсы, моющие средства. Молодцы вообще. Там сербы, о чем я сейчас говорила. То есть то, что нужно, то, что востребовано в первую очередь и на первое время поддержит людей. Спасибо вам огромное за то, что прочитали где-то, узнали, пришли, принесли, потратили личное средство и личное время. Спасибо. Мы решили помочь беженцам Донбасса, потому что они сейчас находятся в очень сложной ситуации. То есть без каких-то элементарных вещей. Поэтому мы решили внести какой-то свой от нашей семьи вклад, чтобы как-то помочь. 24 февраля люди начали звонить с вопросами. Собирает ли краевое отделение фонда гуманитарную помощь беженцам? Что и куда привозить? Прошло уже две недели. Сколько собрали за это время вместе с Министерством соцзащиты края, не считали. На подведение статистики нет времени. Еле успевают сортировать вещи. Только круп поступило две тонны. Это идет от сердца людей. То есть людям не нужно было каких-то давать указаний или как-то эмоционально воздействовать на них, чтобы активизировать какой-то сбор гуманитарной помощи. Самое главное, люди, они сами все понимают. Часть гуманитарной помощи уже раздали. Сейчас в Алтайском крае девять беженцев из Донбасса. Председатель отделения фонда Оксана Овчинникова помнит встречу с каждым из них. Первой пришла Валентина Викторовна, беженец из Луганска. У 64-летней женщины было всего два часа на сборы. Приехала с одной лишь дамской сумочкой, в которую успела сложить только документы, лекарства и икону. Я говорю, а что вообще, как там вам было? Она говорит, вот вы видели фильмы про концлагерь? Вот так мы жили 8 лет. Пели из лужи, варили суп из голубей, потому что нечего было кушать. Я вот у нее спросила, а вообще вы нас ждали? Вы ждали, что вот Россия придет? Вам нужно было вообще это? На что она ответила мне? Если бы не пришла Россия, Луганска бы уже просто не была на территории, на карте земного шара. То есть этого города бы просто не существовало. Это просто невыносимо слушать их рассказы. Фонд принимает продукты долгого хранения, например, тушенку и консервы. Собирает предметы первой необходимости, бытовую химию, средства личной гигиены, полотенца, постельные принадлежности и одежду. Главное, чтобы вещи были новые. Фонд работает по будням с 9 утра до 6 вечера. Подробную информацию вы видите на своих экранах. Анастасия Меншакова, Роман Хайрулин. Новости.